всем привет с вами амри и сегодня мы продолжаем прохождение игры медиевого династии за обычного крестьянина в попытках основать великую династию в этой серии мы будем очень много охотиться после расставания с элвином займемся истреблением волков оленей зубров и медведей но отхватим людей от одной агрессивной особи а в нашей охоте нам сильно поможет навык следопыт который подсвечивает животных мы заработаем солидное колесо денег с продажей большой партии похлебки и пустим их на засеивание полей а также успеем построить кузницу и швейную мастерскую а как это все будет происходить вы сможете увидеть прямо сейчас приятного просмотра ученых по заданию при элвина дождаться следующего дня и поговорить целину хорошо и нужно набрать 6 кожи отлично плюс еще нужно что убить есть оленей трех волков зубров медведя лук у нас есть лук есть почти что целый с тел просто дофигища что мы сейчас делаем так запасы 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 у нас по весу еще полный запас так что чем будем заниматься сейчас будем заниматься выловом выловок ловлей живности и их убийством побежали искать ой элвин привет третий лайлы на уходящего на которого напал волчара в жопу ему на кидали наладился мысли а куда куда мою факты лин пою мать сделал чара еще барин вот это облом напихали ой разблокировали новое здание курятник у отлично форм сразу изучать не будем пока на зерне все равно нету а косям на зерно и ржаное надо ржи побольше будет садить окей так это получается наши работники работают песка в хозяйстве это у нас мы делись вот этот ну молодец пусть работает у поля наши скапывает зеркалил и удобрил только удобрение даже не хватило но хотя бы так он будет еще на вас покупать удобрение снова делать она все поле не хватило 50 штук только удобрением сделали этого маловато что ищем дальше живность вот лися лися давай стоять упал то есть ты да мочке ты чужая на те три стрелы у него вонзил так олени волки нужны лисы мне принципе нафиг нужны мне нужны олени волки о зубр прекрасно двоих зубров зафигарить в голову как-то подойти и стримать . . . . заходим куда-то отворачиваешься на пет свой поверни на меня добр ок ни хрена ох ни хрена бог да блин давай устал 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 и какой устал-то охренеть что-то они сейчас зубров ускорили вообще жестко так собираем поддорожник на подкилиться и целаемся офигеть но вообще сейчас жестких усилили и ускорили овра раньше их проще убивал ну давай освежай его освежать освежить освеживать твою мать вот это мощно конечно мы забацали с ним друг друга у меня чуть не убил мне еще нет ни жены ни ребенка чтобы рот продолжить подорожник соберем стрелы свои обратно до конца восстановиться то мало ли кто-то еще меня за жопку цапнет что ищем дальше зубров зубра и волка алимина свежая алимина на в голову в голову же да твою есть так зубра нас развалить голову фигарить остановись не подходи знаете контрольные на всякий случай ведь вовсе зубрами покончили нужны волки и олени что-то здесь шарохаешься на тебе там подошел ко мне олененок олань на с двух стрел убивает шикарный лук а был у меня лук покруче я бы с одной стрелы всех фигарил ладно хотя бы так тоже неплохо это поселение большой нашли трава заберем чтобы нет раз бесхозно валяются чтобы не забрать ничего нельзя делать и костер развести ничего подобное жалко где волки то надо их не найдешь и тогда не надо и полный полок волки позорные где вы так по пути не встретили никаких волков больше никакой живности он выполняем квест с этим кожей нужно валить окно у жителей мне пока не надо ребят да мне пока не надо как бы хороши не были но пока не надо сорян живее если у вас то что мне нужно я очень спешу расслабьтесь у меня здесь все как и было обещано репутацию и шляпу дала с монетками ну что защита от жаря защита от холода тоже неплохо что то что я могу сказать спасибо а теперь нужно все у нас по квестам осталось и на следующий день дождаться блин не охотиться надо так волки медведей к волкам медведям и олени медведи где-то вот здесь по моему обитаю до возле парники в этом районе можно принципе до нее сбегать попробовать походится на медведей не знаю что глянем посмотрим чего с полем нам нужно еще удобрения точно мясо у нас как раз есть мясо есть мясо есть да можно что-нибудь приготовить продать купить навоз либо удобрения и заняться нашим полем не то чтобы заняться просто закинуть семена удобрения наши работник пусть уже вкалывает можно наделать мешочков и продать в принципе денег заработаем да давайте так сделаем пока того вас нет швейной мастерской позже потратим на это 8 мешочков есть отлично мясо 65 так все лишнее перекидываем в наш владик и займемся уже делом и побежали 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 делать дело делать блюдо блюдо капуста мясо тарелки тарелки у вас есть и 22 поклёпки сварим закончили делать 22 поклёпки то допустим мясо перекидываем обратно ой 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 чашками у нас есть 22 поклёпки блин уже сколько им часов все уже с 5 легких баре ладно это в дом по по складируем как сам согрелся ладно а как и есть вот здесь 50 килограмм похлебку со раскидываем пшеница 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 да можно посидеть только пшеницу и рожь и все думал пшеницы на ой ржи рожь 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 нужно много посадить что она пойдет она пойдет для чего она пойдет на корм на корм пойдет а рожь у нас пойдет на корм то нам сейчас надо сделать что нам сейчас надо делать она сейчас ночь 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 давайте мешки сюда закидаем у нас не мешались и кто такой мы жители шо тут делаешь земледелец так нам нужно сделать что управление посмотрим как дровяной сарай топоры есть надеюсь да один топор только остался за день делает 28 хорошо так охотника на же надеюсь остались ножей не осталось надо охотнику сделать ножи дом двум охотников да у нас два охотника им нужны ножи для сельского хозяйства нужно что мотыга серб коса пока что нужно только мотыга да пока только мотыга хорошо мастерскую таверну нам пока не пригодится лада он сейчас делаем берем делаем мотыги ножи и все закидываю по максимум чтобы потом не заморачиваться с этим а каменные ножи раскинем туда как раз пять ножей туда закинем охотнику мотыги в амбар ведро ведро пусть тот же в амбар закинем а пары аппарат один топор ну да один топор закидываем близне чему берем кирку так как бревно камень принципе сами потом если что сделаем не нужно в шахту сбивать сбегать даже не в шахту просто камень камень добывать одну кирку с собой берем из 20 и похлебки ну-ка давайте за сюда лучше закинем ее хлеб похлебку так то что мы будем продавать и все бежим раскидывать предметы по нашим мастерским еще факел сломался здесь у нас лесничий давайте топор 1 а еще мотыги забыл мотыги сразу закинуть и охотнику закидываем все наши ножи и бежим 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 добывать нужно камень камушек камушек день добывать это вот здесь гора была в принципе можно поохотиться давайте до сюда сбегаем да охотимся как раз таки по пути хотя нет мы тут нашли камень эти камни запасемся а нужно ли нам камень нам охота принципе нужно да ну-ка не так то и не нужен особо принятками вообще мало камня добывается бессмысленно какое-то занятие пойдем лучше поохотимся раз объем этих медведей крупную дичь оленей волков и как тому подобное чешу шуру эту это бой волшка либо кухни ой мочи бывало голову ему давай фигарио там двое не давай по одному по одному зубр зубр что грех его оставлять то если нашли хотя лук может сломаться да нет принципе еще хватает в попку ему раз попку два а а я отступаю спать голову в какой я чпокнуть меня успел в попку да ой какой страшный кита ничем его в шатали чуть еще где-то где я свинья а на тебя на тебя кабанел приперлась фигарит меня вот какие обнагревшие то ух опасно опасно винья на тебя в голову и попал что ли на попал два раза пришлось голову фигарить конечно тепло а еще прокачали навык охотника так что изучить его наконец-то сможем изучить следопыт да и теперь будут животные подсвечиваться которые рядом фигни не будем страдать там куда есть кабанелла ну сорян кабанелла ты мне пока не нужен нам сейчас нужен медведь и волк где-то у нас в этом месте медведь должен обитать где-то 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 здесь за горами за лесами я поищем его побегаем о мишка нашли мишку так восстанавливаем уносливость на максимум стрелы готовы эти железными стрелами лучше тут это и останавливайся и подходи ох хрена там еще 2 мишка да ладно давайте сначала одного капец они упертые а железные стрелы там валяются на тебе на на тип хэд во я быстрее лег эти стрелы чтобы не забыть сразу подберем нифига не видно о мишка у нас какой ну как получил мишка 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 где твои штанишки с медведями разобрались остался один волк и шесть оленей дайте в хорнику зайдем посмотрим но здесь у нас такое он врач этого не было мне кажется что-то новенькое или можете я ошибаюсь но озеро не капец красиво сделали природу здесь ну не то что прям шикарно шикарно при шикарно но достаточно красиво вот мы и прибыли в хорнику или по-моему она была да вроде была хорника раньше поселение прокачанная тут все хорошо так устроено деревянные ножки каменные ножи открыть что-нибудь колесо принципе можно украсть про никто не видит правильно ну все спят сейчас и лошадки лошадки здесь есть 5000 кобылка стоит охренеть это еще теленок ой не телев то есть как его называют там маленький засранец а давайте возвращаться домой потихоньку это сколько времени сейчас еще новый какой-то а вот еще один скилл можно прокачать ну-ка давайте посмотрим что можно сделать давайте прокачаем бережливый охотник чтобы вылечить шанс извлечения дополнительных ресурсов при освеживании ваш побежали обратно домой и по пути будем охотиться опять зубры а конечно осталось мало прочности у лука но все равно фиганем зачем упускать такую добычу когда она под носом на забор хотя нам надо волков и олени фигарить а нет что а у меня вошел да отвали бля бежим бежим беги форест охереть я не думал что он сага ай бля нет да отвали ты да бля охренеть вот это я фиганул по зубру твою мать надо было сразу валить его он же красный агрессивный блин вот это я тупанул что-то я думал я быстренько разделаю его из 2 прикончу он только сразу меня вошел и хрен от него убежишь но было не убегать офигарить по нему это как-то не подумал жесть мощно не конечно прикольно сделали ускорили их сразу тоже попытка номер два отомстим вот один зубр вот второй зубор ну что ребята третий зуба три зубра мстя моя будет страшно промазал царям раз два три четыре она завалили сохраняемся эти быстренько пока не далекого далеко далеко давай надеюсь он не бежит на меня не далековато далековато они покупаешься или кого-то бьешь на тебе поворачивайся за страниц чем там дерется да на тебе он там дрался не понимаешь сразу сохранимся по быстренькому порежем его лилу подобрать надо ну что ты последний остался дядя на тебе на тебе еще на не подходи не подходи я сказал я надеюсь больше нет зубров рядом все я зафигарили отлично ух жестко мне кажется лучше зимой охотиться это опасно блин пока железная стрела не уплывай мне еще пригодишься из голоду помираю понемногу эти грибочки соберем что ли перекусим чуть-чуть да и пора давай бежать по пути встретим кого-нибудь ну хорошо не встретим ничего страшного до 5 кусков мяса у нас уже есть думаю этого пока нам хватит более лук скоро сломается да просто побежали домой но нашли какое-то пристанище о лук нифига себе лук топор железный топор еще нихрена неплохое место вот здесь находится чей-то тут пристанище кто-то нашел свое лук целый железный топор это вообще мощная вещь такие навыки а я тогда покачал потом не лучше боли только потерял ли мог больше получить мясо из зубров этих ладно ничего страшного ничего не что бежим дальше домой зон охоты какой-то у нас о волчары крас ты мне был нужен на тебе и олень ладно потом разберусь с тобой не главное железные стрелы спасти еще один то волчара чего тоже фига и всех зафигаре такой удачно попались ой зубры ну блин хотел мне олени нужны ой волк волк зубрам дерется давайте посмотрим кто кого окажется знаю какого а ну естественно а пока мы в жопу попихаем засадим в жопу этого зубра на ты думаешь самый хитрый на тебе зафигарили зубра попку мы посадили почувствовал пугался ну кто-то еще бежит ну зачем мне эти зубры и олени вот серьезно мне нужны вот все и волки зубры и волки мне нужны олени только олень то есть ты стоя леник на до голову чисто ну как получится надеюсь до того как я дойду домой я смогу зафигарить всех оленей по дороге но это вряд конечно будем надеяться да наконец-то мы дома дом милый дом так что сначала перекидываем всю кожу и дрова всю эту фигню на склад и потом мясом начинаем заниматься готовкой так мы и сделаем как раз уже утро начнем похлебку варить и сбегаем все это продадим в деревне после продажи всего этого мы купим навоз удобрения и семена начнем заниматься полем так после охоты у нас имеется 197 кусков мяса еще есть 426 штук капусты и 147 чашек это мы начинаем варить и делать из этого 65 похлебки потом все это продадим то которое у нас на складе еще деревянное колесо и выраженные деньги пустим на удобрения темена ржи пшеницы может даже поле расширим и будем заниматься чисто сейчас полем все наконец-то мы закончили варить 65 порции похлебки лишние убираем этот килограмм на загружено сколько уже времени вот только утро всего лишь раз бежим все это продавать так еще мешочки хотели продать до коронакрафт или обычные мешочки да тоже бежим продавать и похлеб которая была уже здесь на складе небольшой перегруз или на колесо ладно оставляем зачем я вообще украл не знаю ну ладно и бежим все это продавать нашу похлебочку ой элвина квест есть у элвина здравствуй о да у вас глаза горят о чем вы так задумались давайте сделаем мишень если рыба из лука поможете конечно у меня есть выбор я сделаю вид что не слышал вопроса соломы я добуду без проблем но нам понадобится молоток и бревна вам больше ничего не нужно говорить и я вернусь со всем остальным хотя бревно на 5 штуки и молоток погоди все это те достану только сейчас распродам все свои имущества ну чтож поторгуем с тобой дамочка сколько мы выручим за похлебочку 1347 монеток топ топ-топ-топ у нее даже денег не осталось вот это мы и разорили те деньги у нее стырили как стырили оплатили вытасне она оплатила за нашу похлебочку молодец и мы сейчас богаты или гост имени к не нужен вот мадам давайте вам остатки продам похлебочки с еще 100 не оставил монетки это у нас 2130 монет да мы безумно богаты стали превосходно капусту выкупать обратно за нет за 900 монет то вы издеваетесь я за копейки и продал не 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 сейчас мне нужен навозить и удобрения плюс 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 что еще надо плюс именно пшеницы и ржи можно построить свой курятник принципе купить первых первых курочек теперь берем надо для коста так брела на собрали молоток есть ну что я вам давай вот что дальше я знаю где лучше поставить идите за мной ну пойдем поставим твой мишень только где-то еще один торговец должен быть семенами или всего я просто ее пропустил либо она здесь а вот эдвин здесь далеко-то убежал за стране стоять покажи свои товары сначала навоз у тебя весь купим такие теперь нужны зерна пшеницы и зерна ржи пшеница 15 само зерно 15 вольт ну ладно купим него сколько эти 35 зерен пшеницы и ржи нужно только же примерно так уж прощай и пойдем элвину помогать с установкой его как его называется мишень без грибы будем с ним соревноваться учет и долго так идешь шеллинка медленно ты капец ну что дошел наконец-то тут будет прекрасно что думаете да неплохое место что дальше теперь я буду практиковаться стрельбе если у вас есть время покажите мне как вы это делаете вы явно стреляете лучше меня хорошо мой ученик смотри учись думаю 20 метров по цели хватит у учитель так что он 20 метров стрелить что ли ну давайте попробуем здесь 20 метров есть а в яблочко попасть типа он яблочко и отлично яблочко попал и вот как это делается были бы вы настолько же скромны и насколько точны я не могу быть и тем и другим мне предстоит многому научиться через какое-то время когда я побольше попрактикуясь мы организуем турнира по стрельбе из лука по рукам тогда до следующей встречи ну чтож давайте забираем наши стрелы пусть он сам практикуется и потом будем с ним соревноваться пастиков больше нет гостовии сейчас нам что нужно сделать заняться нашим полем ой привет детишки заняться полем во первых парам антить во вторых и в третьих построить курятник можно даже купить курочку есть все семена есть что трудись мой работник потелиться так что у нас осталось бревна ветки всякая шуша одно складик это таким мне кажется надо еще один домик строить либо курятник либо томик ну что такое и пока сей пахай все делай вам надо расширяться либо мастерскую строить либо еще что-то так ну давайте построим что для мастерской кузнецу для начала прям рядом нашей мастерской обычный поставим кузнецу и здесь дорожку проведем вот так да о кузнецу построили превосходно так медь плавить полого железа вору дучок на 100 килограмм наковальня бронзовые инструменты медь оружие железные инструменты лук указать всего сначала думаю с меди начнем надо будет медь где-то добывать кузнецу рядом строить на верстаке что деревянные луки и тому подобное каменные инструменты терп каменный вот каменный свет мне надо будет изучить давайте сразу изучим у крафтить деревянная лопата тоже изучить надо создать одну лопату так пойти выковыривать к ней таки что надо сразу же построить рядышком 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 болен что что я хотел швейную лавку до швейную лавку сразу же где-то воткнем рядышком прям здоровье вот так бац тадам еще построена швейная сундучок опять на 50 килограмм прялка где мы можем делать нить длину и шестяную портяжный стол здесь можно все будет изготавливать крафтить и продавать и ткацкий станок не можем делать длинную ткань и шестяную ткань так отлично мастерские все у нас есть склады есть поля есть что там по полям наш работник то управляется не смог управиться совсем он посадил а здесь не посадил чем дело удобрений не хватило что ли да ладно чувак и не хватило удобрений только или сумка у него сломалась эти сами тогда удобрим что надо удобрения а вот мотыги мотыга сломалась что ли у него да ладно да нет мотыга есть и он типа закончил работать похоже уже поздно и он закончил работать так вот и засадили поле у нас получается 41 пшеницы 19 держи на этом поле а вот здесь на первом 12 держи ушел вырасти то вырастет и у нас осталось несколько там семян еще осталось 4 жирного зерна и 11 удобрений наши охотники добыли еще 120 кусок мяса и мы снова начинаем делать похлебку хотя нет не похлебку мы будем делать этот супчик 30 супчика варим хотя нет это мы будем наверное делать следующий раз да будем следующий раз делать это в следующий раз будем делать тоже на этом я думаю пока буду заканчивать неплохо так обогатились у нас еще осталось 999 монетки почти 1000 монет мы полностью засеяли наше поле на 41 единицу пшеницы или 31 единицы ржи то еще мы сделали мы построили кучу домов этих разных и себе простенький дом и таверну и мастерские там простой маленький домик для наших жителей на сейчас живут только четыре человека в нашей деревне помимо нас один лесоруб двое охотников и один земледелец они все добывают все делают нужно построить еще несколько домов чтобы расширить наше производство то было еще в мастерских люди работали так думаю построить дополнительные охотничьи домики и лесозаготовки то мастерским было что делать также еще нужен человек который будет готовить либо это буду я сам либо кого-то наймем также нужно сделать дополнительные поля что мы сейчас все засеяли и и зимой сейчас когда зима настанет нужно будет тоже что-то сеять о поле нету поэтому нужно будет строить дополнительное поле как бы так у нас на это все заканчивается осенний сезон заканчивается до было прикольно много чего интересного сделали поохотились так серьезно поубивали медведей зубров всяких разную другую живность и как-то так наша деревня потихоньку развивается становится все больше все интересней думаю зимой стоит построить загон для курочек курятник купить курочек и начать производство яичек вот наша жизнь животинка то появлялась расширялась и множилась а на этом я думал пока завершать всем спасибо за просмотр с вами был амри до скорых встреч